Петр Тултаев вернулся в Пушкино и провел там свою мэрскую субботу. В октябре градоначальник обещал жителям этого пригорода решить их проблемы с общественным транспортом. И теперь проверил, что изменилось, рассказывает Людмила Кусерва. Поселок Пушкино – одна из самых незаметных территорий городского округа Саранск. Не все знают, где он находится. Между тем, это всего в нескольких километрах от Николаевки. Самый настоящий пригород, но проблемы как в забытой богом деревне. Нет воды, нет пункта освещения, есть целая улица обманутых колхозом пайщиков, но главная беда – общественный транспорт, автобусы почти не ходят. И это печально. Представьте, вот в такой мороз идти до Николаевки, до остановки пешком. Вот сейчас 10 минут постояли, ноги умерзнут. Днем хотя бы, чтобы куда-то туда-то уехать. Ведь уедешь на 7-часовом автобусе вот утром, а что там делать в городе? Все начинают работать с 8, с полдевятого. Где-то время проходить. Петр Тултай в Пушкино приехал во второй раз. Два месяца назад он уже был здесь окруженной армией, местных и городских чиновников, руководителями муниципальных и коммунальных служб, транспортниками. В общем, всеми, кто мог решить сельские проблемы без мэрского вмешательства. Но почему-то не сделал этого. Тогда же, в октябре, они договорились пустить в качестве эксперимента в Пушкино два дополнительных автобуса. Итого, четыре раза в день муниципальный транспорт должен был привозить и увозить местных пассажиров. В результате такой график сельчанам очень понравился. А саранскому пассажирскому автотранспортному предприятию нет. Делая сюда рейсы, мы не обеспечиваем свои затраты на выполнение этих рейсов. Если мы делали с утра два рейса, то есть утром и вечером всего два рейса делали, мы несли убытков 300 рублей. Но, тем не менее, мы делали их. Сейчас мы делаем четыре рейса, мы делаем убытков 1263 рубля. А никто и не говорил, что будет легко, парировали пушкинцы. Пассажиры потока здесь действительно небольшой, всего 16 человек за рейс. В общем, договорились поднять на этом участке стоимость проезда на рубль два. А остальные затраты будут компенсироваться субсидиями из муниципального бюджета. Другие проблемы, которые много лет мучили жители села, тоже стали решаться с небывалой скоростью. Здесь уже начали прокладывать водопровод, сделали уличное освещение, установили остановочные павильоны, дорожные знаки, пообещали разобраться с пайщиками и даже запланировали к лету оборудовать небольшое футбольное поле. Для него и надо-то было только скосить траву, поставить ворота и ограждение. Затраты небольшие, но почему-то это стало возможно лишь после мэрского указа. Они все житийские проблемы. Правда в жизни в том, что у каждого есть своя правда. Вот здесь, что характерно Пушкина, что они хотели давно. Это вообще уже многолетние требования, чтобы автобусы ходили. Но проблема в том, что пассажирный поток невелик, но тем не менее 20 человек, скажем, на каждый рейс есть. Мы эту проблему сейчас решили. А еще жители Пушкина захотели детский сад, игровую площадку и другие милые вольности. Со всем этим городоначальник предложил повременить до тех пор, пока окончательно не решатся другие жизненно важные сельские проблемы. Людмила Кусерова, Александр Гурьянов. Наши новости.